На первый взгляд, это просто шклянки. Незвычайностью тем, что их можно съесть. Авторы уникального для нашей страны бизнес-проекта – студентки Белдяж Университета Транспорту. Вот это, я думаю, шклянки спекли специально для нас. Но одна справа – помацать их, понюхать, разглядеть, и совсем другая решится съесть. Сегодня самым голодным и смелым оказался мой коллега, Евген Поболовец. Пробуй. Ну, как? Смешно. Ну, вот, что и потребовалось доказать. Здявить, задоволить, заработать. Хочу и за все, это смест и мета любой новой справы. Предпринимательской особливо. Что это значит? Здявить уникальностью товару альбо послуги, задоволить коштом, а заработать – ну, это и так зрозумело. Любый бизнес может лечиться удалым только при его монетизации. Это значит окупность и пробытковость. Своими покупниками девчины бачат студентов, а так само организаторов детских свят. В начале учебного года нам нужно было сделать экологический проект. Вообще, конечно, идей было очень много, но мы остановились на идее создания съедобных стаканчиков. Ведь это и вкусно, и чисто. Ну, конечно, этим мы не открыли Америку, ведь создание съедобной посуды – это не новая идея. Но ранее это была просто впечатляющая инсталляция, не претендующая на массовое производство. С этим проектом девчины приняли уделу в Международном чемпионате молодь в предпринимательстве, где заняли третье место среди двух десятков команд из Беларуси, России и Украины. Новая задача, чтобы реализация бизнес-проекта начала приносить гроши. Сейчас для этого нужно около 20 миллионов рублей. Таких грошей у молодых предпринимательников по кульням. Кажут, подпрацовку знайсти вельми складана. У батьков займать соромно. Застается отшакать инвестора. Девчины обязают, что раз в 8 месяцев можно будет отрымать 10 миллионов чистого прибытку. Хотелось бы создать и свой сайт, и свой фирменный магазин, но это все видится в будущем. Также мы хотели расширить свой ассортимент, потому что это далеко не вся съедобная посуда, которая может быть представлена у нас на рынке. Это может быть и какие-то тарелки из овощной бумаги. Это очень многое, очень интересно. И очень перспективно. Это ниша свободна в Республике Беларусь. Отличительной чертой нашего стартапа является его уникальность и новизна в Республике Беларусь. Ну и не только в Республике Беларусь, в странах СНГ. Уже зараз свою поддержку креативным девчинам оказывает Гумельская бизнес-школа ИПМ. И это тучится не только развитие своей справы. Первый заказ на выработку незвычайных ядомых шкляночек поступил Миновит Аттуль. Мы видим здесь как какую-то фишку для ресторана. Именно ресторана высокой наценочной категории. Можно прийти этим девочкам к рестораторам и сказать о том, что вот у нас есть такое-то производство, мы хотим это выпускать. И на базе какого-нибудь ресторана сделать как элемент. Это идея реализуемая и она будет окупаться. Причем даже не с тем размером, который говорят они, они немного выше. Марина Северьянова, Максим Славин, Тель-Радо, компания Гумель.